Медиа-группа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые участники PKI-форума. Рад видеть, что в зале достаточно много людей, которым интересна эта техническая часть. Мой доклад сегодня будет посвящен тем вызовам и тем организационным проблемам, которые возникают перед удостоверяющим центром в связи с появившимися новыми возможностями по дистанционной идентификации пользователей, по дистанционной идентификации владельцев сертификатов. Это механизмы, которые с 1 июля стали доступны для применения, и теперь уже встает вопрос перед всеми удостоверяющими центрами о внедрении этих механизмов. Там есть масса нюансов, о которых я и хотел бы рассказать сегодня. Сами изменения в закон, на самом деле, затрагивают массу процессов, касающихся информационных систем, касающихся работы удостоверяющего центра. Здесь еще предстоит огромная работа по доработке информационных систем для работы с электронными доверенностями и другие вопросы. Но вот то, что касается именно выдачи сертификатов, здесь появились механизмы дистанционной идентификации, которые на экране представлены. Это их три. Это идентификация на основе действующего квалифицированного сертификата. Это идентификация с использованием единой системы, идентификация, аутентификация и биометрическая система. и идентификация с использованием биометрического так называемого загранпаспорта или документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации. На самом деле из этих механизмов всем удостоверяющим центрам доступен первый механизм, это механизм выдачи или идентификации заявителя с использованием действующего квалифицированного сертификата. Более того, в Минсвязи министр написал письмо в мае еще до вступления этих положений в силу о том, что в связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендовал эти механизмы внедрить чуть пораньше и уже начать выпускать сертификаты с использованием дистанционной идентификации еще до вступления положений. Вот это письмо, но тут на самом деле масса нюансов, так что давайте перейдем к рассмотрению самих процессов. Когда я рассказываю про эти изменения в закон, которые произошли и происходят, и мы находимся в переходном периоде, который из трех этапов состоит, я рисую вот такую картинку всегда в презентации о том, что такое получение сертификата на основании действующего сертификата. То есть пользователь, имея действующий сертификат, формирует запрос в ключевую пару, запрос на новый сертификат, подписывает этот запрос действующим сертификатом, передает его в удостоверяющий центр, удостоверяющий центр проверяет, что сведения, которые у него имеются, или которые получены от пользователя, соответствуют действительности по средствам системы международного и электронного взаимодействия, после чего выпускает сертификат, подписывает у пользователя, опять же, на действующем сертификате некоторый документ, который подтверждает, что пользователь ознакомлен с информацией, включенной в новый сертификат, после чего, собственно, пользователю выдается сертификат, и пользователь начинает работать с этим сертификатом. Ну, такая достаточно простая схема, казалось бы, но если мы будем рассматривать практическую работу удостоверяющего центра, то есть не просто в вакууме, как эта схема идентификации работает, а пошагово, что должны разные службы удостоверяющего центра сделать, как изменить бизнес-процессы работы с клиентами, чтобы остаться в легальном поле и при этом внедрить вот этот механизм дистанционной идентификации, придется рассмотреть несколько подробнее шаги, которые сопутствуют выдаче любой, с использованием любого механизма идентификации, любого средства криптографической защиты, любого ключевого носителя, выдача сертификата пользователя. Вот я условно немножко разбил их по шагам, они там могут на самом деле между собой меняться и, соответственно, быть как-то в разном порядке выполняться, но условно на первом этапе для того, чтобы начать вообще процедуру, нужно, чтобы пользователю было выдано из КЗИ, то есть он его должен где-то получить, необходимо произвести учет этого СКЗИ, он должен получить, выбрать ключевой носитель и получить его, если это там какой-то отдельный носитель, и нужно подать заявление в удостоверяющий центр. Потом, собственно, есть организационные моменты, необходимо заключить договор, часто это делают путем присоединения к оферте, например, государственные органы, там, муниципальные органы, которые получают сертификат, они не имеют права заключать часто таким образом договор, поэтому они вынуждены заключать этот договор. Соответственно, его нужно каким-то образом заключить в бумаге или в электронном виде. Нужно произвести оплату услуг удостоверяющего центра тоже каким-то образом, это либо оплата по счету, либо онлайн-эквариинг, либо что-то еще. Необходимо, собственно, проверить, предоставить сведения, и удостоверяющий центр должен их проверить с использованием доступных государственных ресурсов. Нужно сформировать ключевую пару нового сертификата, сформировать запрос на сертификат. Потом должна произойти идентификация, собственно, заявителя, будущего владельца сертификата, выпускного нового сертификата. Знакомление, которое я уже говорил, выдача, выдача ключевого носителя, если она в этот момент производится, если ключ уже сформирован, например, удостоверяющим центром. И регистрация сертификата в ЕСИ, закрытие сделки. Если ваш контрагент – это физическое лицо, то это можно сделать с использованием кассы, онлайн-кассы. Если это юридическое лицо, вам необходимо подписать с ним, например, универсальный передаточный документ, для того, чтобы потом все вы оба могли отчитаться перед налоговой. Но это такой, не претендующий, конечно, на абсолютную полноту, но это вот набор действий удостоверяющего центра, который нужно выполнить точно, совершенно при работе с клиентом. Чаще всего, в чем здесь проблема? Когда мы получаем сертификат сочной идентификацией, возникают временные лаги между подачей документов, например, подачей заявления, идентификацией, проверкой сведений, идентификацией этого гражданина, выдачей сертификата и ознакомлением с информацией. За это время можно провернуть многие процессы бумаги, можно успеть получить деньги на счет и просто разнести их в своей какой-то учетной системе, понять, что оплата произошла, можно не внедрять обязательно онлайн-эквайринг и так далее, есть запасы по времени. Но обратите внимание на стрелочки, стрелочки указывают на те места, где происходит непосредственный контакт удостоверяющего центра с пользователем, особенно при очной идентификации. Это, собственно, подача заявления, это идентификация будущего владельца при выпуске сертификата и ознакомление с информацией. Если эти вещи разнесены по времени, а чаще всего в старых процессах они разнесены по времени, то возникает необходимость пользователя два или три раза пригонять в удостоверяющий центр, что, конечно, практически никогда не происходит. Соответственно, либо здесь происходит какое-то нарушение требований, либо приходится выкручиваться, придумывать какие-то юридические конструкции и так далее, которые позволяют либо автоматизировать какие-то части процесса, чтобы пользователь все-таки мог один раз только прийти на очную идентификацию. Теперь, что касается на самом деле правильной схемы. Я когда попросил дизайнера это отрисовать, она нарисовала, и я увидел, что много пересечений, какие-то схемы, потом начал искать под графы К3, К3, К5, понял, что не буду я приставать дизайнеру, чтобы она перерисовывала это красиво. Много стрелочек. Вот эти много процессов, которые как раз касаются подачи заявления, выпуска сертификата, генерации ключей, сопутствуют вот этому процессу, на котором мы разбираем процесс получения сертификата на основании действующего сертификата. Здесь нужно все эти процессы сочесть. И главное, что не потерять, то есть, собственно, не выплеснуть с водой ребенка, не потерять то преимущество, которое дает внедрение дистанционной идентификации. Это скорость и отсутствие необходимости какого-либо очного контакта. Вот эту скорость для того, чтобы сохранить, помимо, собственно, технологического внедрения и самой идентификации, нужно обязательно, чтобы это было электронный документооборот с клиентом, нужно, чтобы был онлайн эквайринг, нужно, чтобы онлайн подписывался документ, который подтверждает ознакомление и так далее. Это важно внедрить во всех процессах. Если говорить про первичное получение, то есть у клиента нет сертификата, он хочет получить этот сертификат впервые, ну или у него истек уже сертификат, у него нет какого-то действующего сертификата. Вопрос получения средств криптографических и учетов обязательно должен быть вынесен в онлайн. Есть такие средства, которые можно скачать через интернет, которые учет, которых происходит в онлайне, соответственно, но это проблема, если мы говорим о том, что пользователь хочет использовать какое-то аппаратное СКЗИ, или если пользователь хочет использовать программу на СКЗИ, которая так не распространяется. Он должен каким-то образом подать заявление, не имея еще ключа. Это вопрос, каким образом он его подает. Обязательно, конечно, заключение договора онлайн. Если это не оферта, то есть это не присоединение к оферте с каким-то конклюдентным действием, то, соответственно, каким образом заключить договор, не имея никаких средств подписи еще на текущий момент, непонятно. Соответственно, часть клиентов отпадает. Генерация ключей, конечно, только самостоятельная, потому что у нас нет канала доставки по воздуху этому клиенту ключей, которые сформируют удостоверяющий центр, а законом разрешено только формирование в двух точках – в удостоверяющем центре или непосредственно у клиента. Дистанционная идентификация, конечно, раз уж мы решили, что он никуда не ходит. Теперь уже одна из двух оставшихся механизмов, то есть это либо загранпаспорт, либо ЕСИ плюс ЕБС. Обязательно дистанционное ознакомление. Здесь есть существенные вопросы к тому, каким образом нужно формировать подпись под этим заявлением. В законе написано, что для случаев ЕСИ и ЕБС это должно быть сделано с использованием ЕСИ, простой электронной подписи. Каким образом гарантировать целостность того подписанного документа и обеспечить неотказуемость владельца сертификата от того, что он получал именно этот сертификат. Это очень важный сложный конструкт. То есть нужно сделать так, чтобы оставить все доказательства, в случае, если будет судебное разбирательство, и клиент будет отказываться от получения сертификата, чтобы вы, как удостоверяющий центр, смогли предоставить точные доказательства того, что он получил именно этот сертификат с этим открытым ключом. Ну и закрытие сделки. Понятно, что для физических лиц это решается онлайн-кассой, для юридических лиц необходимо, чтобы у них был внедрён и долг. Не все юридические лица, к сожалению, до сих пор готовы на такое взаимодействие. Мы в период пандемии перевели всех наших клиентов на электронные взаимодействия через электронный документ оборот юридически значимый и столкнулись зачастую с каким-то противодействием с косностью сотрудников, которые работают в клиентах, с косностью бухгалтеров, к которым они идут, говорят, что нет в бумаге, давайте мне только в бумаге и так далее. Это проблема, которую надо побороть, ее удалось в основном побороть, но тем не менее. Теперь что касается вариантов формирования и применения ключей относительно дистанционной идентификации. Можно три схемы рассмотреть в формировании и применении ключей. Это классическая схема, когда пользователь формирует. Понятно, что при дистанционной идентификации в классической схеме удостоверяющий центр не имеет возможности доставить ключ. Либо имеет, но это сложно и достаточно дорого. Скорее всего, пользователь должен самостоятельно формировать эту ключевую информацию и, соответственно, запрос на сертификат. В рамках защищенной схемы, которую мы в том числе применяем для мобильных решений, пользователь самостоятельно также формирует ключевую пару. И тоже здесь этот вопрос решается однозначно. Для облачной схемы, как нам сегодня рассказали, которая будет возможна после принятия требований и, соответственно, сертификации, пользователь должен каким-то образом получить криптографический ключ для того, чтобы управлять своим подтверждением, поручением на подтверждение. Соответственно, это вопрос доставки. Опять же, каким-то образом ему этого ключа для того, чтобы он мог управлять ключом подписи, который в облаке. Его надо решать. Возможности дистанционной идентификации, тем не менее, они достаточно существенны и обширны. Наверное, изменят все-таки ландшафт рынка электронной подписи и будут популярны, потому что действительно можно организовать удобный процесс получения сертификата за несколько минут, а не за несколько дней, как это было раньше. Это удобно и хорошо. Это возможность действительно закрыть те, если правильно подойти ко всем обозначенным проблемам, возможность закрыть те нюансы и те серые моменты, которые раньше в деятельности удостоверяющих центров были, связаны как раз с этим трехкратным присутствием. Три раза нужно появиться в удостоверяющем центре, чтобы все выполнить, если медленно организован процесс. Теперь можно сделать в одном месте. Конечно, конкуренция между удостоверяющими центрами по качеству поддержки пользователей, а не по присутствию территориальному. То есть здесь становится не так важен фактор, куда ходить за ключом, а гораздо важнее, как тебя будут потом обслуживать, подсказывать, кто будет с тобой общаться, сколько ты будешь сидеть на линии и ждать ответа сотрудника технической поддержки и насколько быстро он тебе поможет и качественно подскажет, как настроить свои средства. Ну и, конечно, вот это интересный момент, который явился таким случайным артефактом внедрения единой биометрической системы в банковской отрасли. Все банки, как вы знаете, обязаны принимать биометрические образцы от своих клиентов. Если тот попросит, что придет, скажет, сдайте, пожалуйста, в ЕБС мои биометрические образцы. Соответственно, и банк не может отказаться. Все банки должны внедрить эту систему, ну и она, в общем, в большинстве банков действительно внедрена. Соответственно, удостоверяющий центр может этим пользоваться. И, зная, что его клиент живет, например, рядом с отделением банка, а до ближайшей точки идентификации или там доверенного лица удостоверяющего центра очень далеко, он может сказать, сходи в банк, сдай биометрические образцы. Да, потом удостоверяющему центру придется там повзаимодействовать с оператором ЕБС для того, чтобы получить, собственно, возможность этим образцом воспользоваться. Но это достаточно дешево и дешевле, чем клиенту ехать в другой город или в другой куда-то населенный пункт. А, соответственно, удостоверяющий центр сможет этого клиента. И главное, чтобы банк не нужно спрашивать согласие, не нужно заключать с банком договор или соглашение об идентификации для того, чтобы банк выступал вашим агентом, он агент по умолчанию. Это для удостоверяющих центров существенная такая возможность, которой грех будет не воспользоваться. Ну и какие вопросы еще остались как бы нераскрытыми, о которых нужно задуматься в свете дистанционной идентификации? Это, конечно, и доставка ключевых носителей, потому что как бы неудобны были средства и мобильной подписи, и облачные средства, электронной подписи, есть существенная часть процессов, которая останется все равно в носителях, либо в токенах, либо в каких-то аппаратных средствах, потому что свой ключ доверить на самом деле кому-то не всегда, не все согласны и не все генеральные директора готовы отдать его на аутсорс или хранить в мобильном телефоне, не всегда это удобно просто. Для некоторых процессов нужно, конечно, думать о доставке носителей. Второй момент – это комбинированная схема, когда у вас директор не готов ехать никуда в удостоверяющий центр, а с 1 июля нельзя выдавать по доверенности сертификаты, то есть представителю владельца сертификата, а выдавать нужно только при личном визите владельца, соответственно, директор не готов никуда ехать, а удостоверяющий центр вот эту всю оставшуюся историю не решил, например, ну или нужен, опять же, ключевой носитель, директор идентифицируется дистанционно, при этом какой-то сотрудник, либо курьер, либо просто сотрудник компании едет в удостоверяющий центр, получает уже либо ключевой носитель, получает какие-то документы, возможно, и так далее. То есть такая комбинированная схема, наверное, тоже может использоваться, может быть внедрена. Доставка, собственно, средств криптографических, особенно если они не являются аппаратными или не могут быть распространены программные через интернет. Вопрос удержания клиентов. Если вы удостоверяющий центр можете переманивать клиента по щелчку пальцев просто на основе действующего сертификата, то ваш сосед тоже может переманивать и тоже может забрать себе ваших клиентов мгновенно. Нужно конкурировать с качеством поддержки и нужно предоставлять именно сервис, а не сертификат. И здесь важно не территориальное присутствие, а качество вашей работы. Ну и то, что касается государственных удостоверяющих центров, вот этого триумвирата, который теперь будет обслуживать определенные категории потребителей, качественная техническая поддержка их клиентов – это задача, которая должна быть решена. Соответственно, кто-то должен ее решать. Вот, может быть, это какие-то коммерческие компании, которые действуют на рынке и оказывают сопутствующие услуги. Спасибо большое. Готов ответить на вопросы, если они возникли. Коллеги, вопросы? Вот у меня есть вопрос. Он касается того, что действительно понятно… А, я забыл представить, Андрей Федотов, компания «Фактор Тест». Вы очень подробно описали, как выпускается и получается первый сертификат, а расскажите, пожалуйста, а как будет выпускаться следующий через год? Нет, ну как раз вот эта схема выпуска на основании действующего сертификата – это как раз и есть схема, например, в том числе, которая может применяться и при выпуске действующего сертификата. Как раз идентификация в данном случае, возможно, дистанционная на основе действующего сертификата. Главное успеть… Сколько раз это может повторяться? Ну, до тех пор, пока сведения, которые включаются в сертификат, они верны. Спасибо. Как Вы будете поступать в ситуации, если владелец сертификата будет отказываться от своей электронной подписи, в том числе, полученной в другом внешнем УЦ? То есть получается, что удостоверяющий центр не сможет представить доказательства владения ключом? Спасибо. – Подождите, правильно ли я понял Ваш вопрос? Вы говорите о ситуации, когда владелец сертификата нашего УЦ прошел идентификацию на основании действующего сертификата другого удостоверяющего центра, а дальше при возникновении конфликтной ситуации в суде говорит, что он и тот даже сертификат не получал. – Совершенно верно. – Вот такая история. Да, действительно, это такая большая проблема, которую должны решать удостоверяющие центры. вопрос вообще допуска, то есть возможности работы с сертификатами чужих удостоверяющих центров. Понятно, что здесь в погоне за клиентами можно наделать ошибок, и если разрешить принимать все квалифицированные сертификаты, которые действуют в настоящий момент для идентификации, можно попасть в такую ситуацию. Как правильно выбирать те удостоверяющие центры, которым вы доверяете, в первую очередь, а во-вторых, налаживать взаимодействие между удостоверяющими центрами, какое-то дополнительное, вполне возможно здесь какой-то взаимопомощь, хотя на фоне конкуренции думаю, что это будет непросто. – Да, разрешите еще один практический вопрос. Многое на презентации знакомо, реализовано в частности нами на практике. Например, вот ИСИ, выгрузка сведений о сертификатах. Не знаю, в курсе коллеги, в личном кабинете появилась функциональность получения информации о всех выданных сертификатах пользователю. То есть, в новую версию личного кабинета эту информацию можно получить. Сегодня в чате УЦ это активно обсуждались. Вот вопрос по поводу презентации. Кроме идентификации по сертификату, закон предусматривает идентификацию через ИСИ биометрия и загранпаспорт. Вот просто ваша экспертная оценка, когда данные сервисы могут появиться на рынке, когда УЦ их смогут реально использовать на практике. – Спасибо за вопрос. Наш удостоверяющий центр на практике использует идентификацию по загранпаспорту. Наверное, слышали, об этом много раз рассказывал. Это работает. Что касается единой биометрической системы, у нас тоже есть решение. В настоящий момент есть определенные организационные вопросы с подключением удостоверяющих центров к этому механизму. Но я думаю, что тоже это будет на практике реализовано в ближайшее время. Не вижу здесь никаких проблем технических. – Спасибо, коллеги. Антону тоже спасибо большое. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»